Приветствую вас, я думаю, что вы абсолютно справедливо отметили свою взрослость, ну, взрослость со собой, я имею ввиду, конечно же. Я думаю, что справедливо совершенно говорить о том, что вы взрослые люди, а значит, не больше взрослым людям переживать по поводу того, что случилось. То есть, к примеру, если так вышло, что, допустим, у вас до, скажем, до связи с этим мужчиной давно не было отношений, вот, до, в общем-то, вполне нормально, что вы захотели, не переспать. И если вы получили наслаждение, если вы получили удовлетворение, удовольствие от того, что произошло, что это здорово. А будучи людьми взрослыми, мне кажется, ни вас, ни его не должно оттолкнуть тот факт, что вы переспали. Потому что, на мой взгляд, получается несколько лицемерно как-то, например, обвинять, допустим, вас в том, что вы легко доступны, к примеру, но самостоятельно жить, то есть, со стороны мужчины, при этом с вами переспать. Но ты, если считаешь, что не хочешь взаимодействовать с легко доступными женщинами, ну так и не стремиться переспать с ними на первом свидании, да? То есть, здесь мне, нам не кажется, что вы берете на себя чересчур много ответственности, здесь мне кажется, а вы, как бы, только себя считаете ответственность за то, что произошло. Вот. На самом деле, нет. Потому что дело не только в вас, да, дело и дело, и еще и в мужчине, который тоже стал, словно, инициатором того, что с вами произошло. Между вами, точнее, произошло. Вот. Я не думаю, что инстинкт охотника и романтика уйдет, от того, что вы переспали, потому что если вы человеку действительно нравится, то он по-прежнему будет к вам тяготеть, по-прежнему будет к вам тянуться. Вот. Другое дело, что, как бы, вам нужно продолжать вести себя в соответствующих, да? То есть, ну вот, тот факт, что вы переспали, он не означает, что вы легко доступны, например. Вот. С другой стороны, желательно лучше разобраться в себе и в том, почему так произошло, почему это случилось. То есть, если вы этого хотели, то все здорово, все замечательно. По какой же причине вы себя сейчас винить, из-за чего вы себя сейчас винить, что вы боитесь, чего вы боитесь потерять. То есть, понимаете, конфликт, конфликтность ситуация заключается в том, что вы, с одной стороны, хотели переспать, может, с мужчиной, да? С одной стороны, вы хотели переспать, а с другой стороны, вы сейчас, как бы, жалеете о том, что это сделано. Понимаете? И жалеете вы не просто так, а потому, что это не соответствует каким-то вашим другим желаниям. То есть, здесь напрямую имеет место быть конфликт, вот этот конфликт нужно разрешить, потому что какая-то из этих потребностей является ложью. Вот, условно говоря. Вот, собственно, и все. Что касается того, как исправить, то никак не исправить. Понимаете? Если мужчина, скажем, не настроен к вам серьезно изначально, да? Если мужчина изначально к вам серьезно или не настроен, то никак вы его не вернете, и никак это не исправить. И то, что у вас случилось, случилось бы и позднее, потому что нет такого понятия, как вовремя переспать или не вовремя. Люди занимаются любовью, сексом, когда они хотят, а не когда это нужно, полезно и так далее. Понимаете такая штука? Вот. То есть, этот момент, этот момент и нужно учитывать. Поэтому необходимо для себя все-таки определить, что ничего исправится для себя, потому что вы ничего не портили. Еще раз повторю, мужчина, мужчина также принимал в этом участие. Еще раз повторю, мужчина также несет за это ответственность не только вы. Это нужно понимать. Вот. Так что, если мы говорим про исправление, если мы говорим про исправление ситуации, то исправлять вам ничего не нужно, либо вы ничего плохого не сделали. Вести себя с ним нужно так же, так, как будто ничего не произошло. Вот. Другое дело, соглашаться ли на еще один, допустим, или еще одну связь, это уже вам решат. То есть, вам решат, хотите ли вы соглашаться на еще одну связь или нет. Вот. Но если хотите отношения серьезные, то все-таки не стоит. Наверное. С другой стороны, очень важно, какое у вас с мужчиной отношение к сексу. Вот у вас, например, уже есть проблема легкой доступности. Но ведь, на мой взгляд, само понятие доступности или легкой доступности ни в коем случае не определяется, значит, скажем так, степенью или длительностью отказа или отдаления, или оттягивания сексуального контакта. На мой взгляд, легкой доступности, это немножко другая история. Если вам мужчина понравился и вы не переспали, это не легкой доступности. Вот если вы, если бы, точнее, если вы спите со всеми подряд, кто вам нравится и кто не нравится, тогда да, а так нет. Поэтому данная ситуация все-таки, на мой взгляд, не является доказательством или проявлением легкой доступности вашей. Вот. Другое дело, что вы по ряду причин боитесь потерять мужчину своего. Вот. Это другой вопрос. И вот, наверное, именно этот момент в первую очередь и нужно реализовывать. Понимаете? Вот. А значит, как бы такая вот история. Вот. Собственно, такой вот момент. Если вы чего-то боитесь, если вы чего-то боитесь, то уже именно с этим и нужно работать. С тем, что вы боитесь. Вот. Такая вот история. Такой момент. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.